Здравствуйте, уважаемые студенты НГУАДИ. Хотим рассказать вам, как будет проходить этот учебный год, как подключаться к онлайн-конференциям и пользоваться электронной информационной образовательной средой. Если вы у нас в городе получали свой логин-пароль для входа в EOS, а также вам должны были выдать логин-пароль для входа в Google.com. Если вы иностранные граждане, мы разослали вам информацию в письме, где также есть ваш логин-пароль для входа в EOS и логин-пароль для входа в Google аккаунт. Первое, о чем хочу рассказать. На нашем официальном сайте в любом поиске пишите просто НГУАДИ, у вас выпадает наш официальный сайт www.insuada.ru. В разделе «Обучающимся», в разделе «Расписание» есть возможность искать ваше расписание. Вы смотрите, чтобы фильтр был студент, выбираете свою учебную группу и вот здесь смотрите, какая идет учебная неделя. Первая, вторая, после этого будет третья, четвертая, пятая, шестая, также переключаете. Пока что нас интересует первая и вторая недели. Здесь вы видите свое расписание. В обычных дисциплинах, которые проходят в очном формате, просто написано там «Лекция математика», «Практика основы архитектурного проектирования». А где есть лекция веб, это дистанционное занятие. Здесь вы сами находитесь дома и преподаватель находится дома. Для иностранных граждан вы просто во все конференции, которые здесь будете, будете подключаться из дома. Как это сделать? Чтобы подключиться, вам нужно нажать на номер аудитории. У вас открывается Google Meet. Чтобы зайти под вашим аккаунтом, если у вас, допустим, аккаунт какой-то Gmail, либо вашего родителя или еще кого-то, не unsuada.ru, вам нужно его сменить. Чтобы это сделать, нажимаете вот здесь «Сменить аккаунт». Здесь далее «Сменить аккаунт». Вот сюда вводите тот адрес электронной почты, который вам было выслано, либо выдано. После того, как вы ввели, нажимаете «Далее», вводите ваш пароль, который вам также был выслан, либо выдан. И после этого вы уже сможете подключиться к конференции. Когда первый раз будете подключать оборудование, он у вас спросит разрешение для доступа к вашей камере, к вашему микрофону, вы его разрешаете. Если вы входите на лекции, где у вас идет поточная лекция, несколько групп в потоке, вы можете подключаться без камеры и без микрофона. Нажимаете «Присоединиться». Вы попадаете в ту конференцию, где у вас будут идти занятия. В соответствии с расписанием преподаватель начнет вам что-то рассказывать и показывать. Здесь есть, вот наверху, можно посмотреть, кто из участников присоединился, а также есть чат, где можно задать вопрос преподавателю. Чтобы отправить, вы его написали, нажали «Отправить». И преподаватель увидит ваш вопрос. В конце лекции будет отвечать. Если вдруг у вас практическое занятие и преподаватель просит вас ответить на какие-то вопросы устно, вы можете просто включить ваш микрофон, он вас услышит. Также, если у вас небольшие группы, маленькое количество людей, и вас просят включить камеру, вы также можете включить камеру. Если у вас есть семинар, преподаватель может попросить вас продемонстрировать ваш рабочий стол, либо программу, в которой вы работаете, чтобы посмотреть, что вы сейчас делаете, и проконсультировать вас. Чтобы это сделать, вам нужно будет нажать вот здесь, «Показать на главном экране», выбрать весь ваш экран, если просит преподаватель, выбрать, что вы показываете. Видите, пока я сюда не кликну, кнопочка «Поделиться» неактивная. Нажав на «Область», кнопочка стала активной, вы нажимаете «Поделиться». И тогда преподаватель и члены вашей конференции увидят, что вы делаете. Возможно, у вас будет открыт какой-нибудь проект, какой-то вы делаете, вы можете сразу вашу модель показать, повертеть ее, ответить на все вопросы, которые вам задает преподаватель. После того, как вы ответили, преподаватель сказал, «Да, все хорошо, вы можете прекратить демонстрацию вашего экрана». Также, возможно, это понадобится при ответе на семинарах по общеобразовательным предметам, на истории, либо на культурологии, где вы будете готовить какой-то ответ, свою презентацию, и эту презентацию будете демонстрировать, всем по ней отвечать. Преподаватель просит вас устно отвечать на вопросы, вы можете включить камеру, если он попросил, камера включится, и также включить ваш микрофон. Я сейчас включила микрофон, чтобы не дублировать звук, но при включенном микрофоне преподаватель вас услышит, если у вас есть оборудование, которое транслирует ваш звук. После того, как пара закончена, преподаватель вам озвучит, что пара закончена, вы просто покидаете видео встречу. В самих встречах лучше не задерживаться, так как это аудитория, куда после вас по расписанию будут заходить следующие группы. Сильно заранее тоже не подключаться, за минут 5 до начала пары можете подключаться, там уже будет набираться ваша аудитория. Также хотим рассказать вам о нашей электронной информационной среде. Также вам необходимо для этого перейти на наш сайт, и здесь в разделу обучающемуся есть электронная информационная образовательная среда. Чтобы в нее войти, вам также был выдан ваш логин и пароль. Обратите внимание, логин и пароль для входа в iOS заканчиваются до собаки. собак.insuada.ru это корпоративная почта и вход в видеоконференцию. Вход на iOS это ваш логин без собаки и пароль. Можете на своем компьютере нажать кнопочку «Запомнить», галочку поставить, и тогда вам лишний раз не придется повторять. Вы будете при заходе на сайт автоматически выбирать вашего пользователя. Когда вы входите в электронную информационную среду с 1 сентября в соответствии с расписанием, вы будете видеть ваш семестр. Здесь есть также календарный график, где можно ориентироваться по периодам. Допустим, вот у вас первый семестр состоит из дисциплин базовой части, из дисциплин разнообразного цикла. И вы здесь все видите. Вот здесь в столбце РПД можно скачать файл. Это рабочая программа дисциплины. Это тот документ, который рекоментирует ваше обучение. Чтобы вернуться, можно нажать просто назад. Также позже, после того, как уже пройдет сессия, итоговая оценка будет у вас высвечиваться вот здесь. Тут будет написано «Хорошо», «Отлично», «Удовлетворительно» в соответствии с тем, что вы получили. Здесь также можно посмотреть форму контроля. Если стоит дифференцированный зачет, значит, будет оценка. Если стоит зачет, то это просто зачет, не зачет по дисциплине. Экзамен, значит, по этой дисциплине будет экзамен. Чтобы попасть в саму дисциплину, вы нажимаете на дисциплину. Здесь вы видите раздел «Общие», где может появляться какая-либо информация актуальная по дисциплине. Также есть формка, на котором можно задавать вопросы. Далее вы будете видеть содержание вашей дисциплины. Допустим, в этой дисциплине тема 1 – это архитектурные шрифты. Здесь есть описание заданий, какие-то материалы. И вот такой элемент в виде задания – это то, куда вы будете прикреплять вашу готовую работу. В зависимости от дисциплины, где-то может быть промежуточный какой-то контроль, либо какие-то дополнительные задания, которые нужно выполнять. Поэтому вас будет ориентировать ваш преподаватель. Чтобы добавить ответ на задание, вы заходите вот в этот элемент. Здесь есть кнопочка «Добавить ответ на задание». Тут есть возможность подгрузить ваш файл. Можно как нажать на стрелочку «Загрузить файл», «Выбрать файл» и «Из компьютера выбрать файл для ответа». Вы нажимаете, нажимаете «Открыть», «Загрузить этот файл». Либо, если у вас заранее есть подготовленный файл, можете просто перетащить в этот раздел. Задания бывают ограничены по количеству. И нажать «Сохранить». После того, как вы это сделали, преподаватель сможет ознакомиться с вашим файлом и просмотреть вашу работу. Обращайте внимание, очень часто требуют называть файл правильно, либо формат файла, пригружать правильно. Так что обращайте внимание. Также при возврате на стартовую страничку вы можете посмотреть, что у вас будет в будущем проходить. Актуальные даты выставляются на календарный год, поэтому будьте аккуратны. Можете посмотреть дисциплины, которые будете проходить в этом семестре. Помимо основной образовательной программы, которая у вас есть, у вас есть электронный деканат. Чтобы в нем попасть, нажимаете вот здесь под ваши фамилии, иконка электронный деканат и в сам курс электронный деканат переходит. Здесь бывают разнообразные анкеты, какая-то общая информация деканатов. Обновляется она достаточно часто, поэтому можете просто сюда заходить и с актуальной информацией ознакомливаться. Могут попросить вас пройти анкету. Все это в основном будет здесь. Также в самом ИОС есть возможность общаться сообщениями с преподавателями и также с другими студентами. Чтобы это сделать, можно нажать вот здесь на значок сообщения, набрать пользователя, который вам нужен. Допустим, у вас преподаватель А.С.О. Б. Сергеевна, и вы хотите ей написать. Вы выбираете, пишете текст, который вам нужен, и отправляете вот здесь при помощи самолетика. Это оффлайн сообщение. Преподаватель, когда зайдет в свою среду, он увидит, что вы ему что-то написали, ответит вам, и если вам кто-то что-то написал, у вас вот здесь будет гореть красный значок о том, что у вас есть непрочитанное сообщение. Также в информации о программе, вот здесь наверху, есть ссылки на наши электронные библиотеки. Чтобы получить логин, пароль в электронную библиотеку, можно обратиться по номеру библиотеки, и в самой библиотеке вам выдадут пароль и логин для вашего входа. Все контакты есть на сайте. Также на нашем официальном сайте есть раздел «С контактной информацией всех наших деканов», где есть телефон приемный ректор, и деканатов телефона, и почта, на которой можно писать, и что-то уточнять, и звонить в рабочее время, и все контакты, которые вам могут понадобиться. Спасибо большое за внимание. Удачного вам учебного года!